Глава шестая. Город мастеров. Часть вторая. Лаутстар в больницу сперва не хотели пускать. Да, как ей сказали в регистратуре, в травматологическое отделение поступила юная ночная пони, но с ней и так сидят два посетителя. — Так что успокойся, малышка, иди домой. Говорившая эта пожилая земнопони бежевого цвета очень удивилась, когда маленькая единорожка в темных очках встала копытами на стойку и прошипела, сердито прижав уши. — Там моя подруга, мэм, и я намерена пройти. Представьте, что кто-то из ваших друзей на чужбине получил по затылку телегой. Я посмотрю, как вы будете сохранять спокойствие. — Ну хорошо, моя маленькая пони, — вздохнула медсестра, стараясь не улыбнуться от вида милой сердитой мордашки. — Только веди себя тихо и не ломись в палату. Договорились? Договорились. Спасибо, мэм. — Больница Лоудстар не понравилась. Казенные зеленые стены, тускловатые светильники на стенах и потолке, неприятные щекочущие нос запахи медикаментов и дезинфекции. — Совсем не похоже на залитый лунным светом просторная палата лазарета в Академии, где всегда пахло свежестью, а воздух просто пропитан магией. В коридорах почти никого не было. По пути к палате попался только бородатый земнопоний доктор, что-то бормочащий под нос на ходу. В благородной задумчивости он едва не налетел на спешащую кобылку и та едва успела увернуться. Еще одна земнопония в сером халате надраивала швабра каменный пол, распространяя раздражающий запах лорки. Лоудстар чихнула, проходя мимо, и на нее тут же шикнули, как будто дело было в библиотеке. Маленькая пони поспешила отойти подальше. Наконец палата с нужным номером обнаружилась за поворотом. Оттуда доносились приглушенные голоса, но внимание Лоудстар привлек еще один посетитель, терпеливо ждущий на скамейке возле двери. Тонкие ноги, грустно опущенные закругленные ушки, а также выражение мордочки не оставляли сомнений. Перед ней была кобылка, то есть лань, народа оленей, с веснушками на миловидной мордочке, удивительными темнокарими глазами и сложенными за спиной крыльями. Голос Арии Миднайт из-за двери что-то горячо доказывал. Лоудстар, поймав себя на том, что попросту пялится на представительницу загадочного народа, уже взялась была магией за ручку двери, но потом вспомнила свое обещание не ломиться в палату и уселась рядом с оленяшей. Она изо всех сил старалась не коситься и буквально молила про себя принцессу Луну, чтобы темные гоглы и тусклое освещение коридора скрывали любопытный взгляд. Внезапно обеих вдруг привлекла какая-то возня. Дюжи и санитары, зажав боками третьего жеребца, шли по коридору в сопровождении двух врачей. Бледно-зеленые единорожки с белой гривой и голубой земнопони с серо-черной. Пациент, оказавшийся белым единорогом, с растрепанной черной гривой вяло трепыхался, сдавленный с двух сторон и замотанный в смирительную рубашку. Голову его охватывала повязка, а под глазами налились синяки. В заключении на роге красовалась металлическая конструкция с замочком, очевидно призванная блокировать магию. Рот, правда, ему заткнуть не догадались, и ничто не мешало жеребцу громогласно нести околесицу. — Грифоны! Наши враги! Эквестер окружена врагами! Пока не поздно! Опомнитесь, поняши! К оружию! К оружию! Вива Легио! Доктор земнопони сокрушенно покачала головой, не замедляя хода. — Ох, шетти единороги! Вечно голова не бекрянет их магии-шмагии! Теперь вот лоб чуть не разбила стену, придется закрыть в мягкой комнате. — Не утрируйте, коллега! — отозвалась зеленая пони, пропустив шпильку о магии мимо ушей. — Всего лишь пара шишек. Но спасибо, что так оперативно доставили его ко мне. — Я понимаю, как в вашем отделении тяжело. Психиатрия — это каждый раз испытание и для собственного рассудка. Земнопони, будто не слушая, продолжал сокрушаться. То у него приступы паранойи, как сейчас, то он думает, что механический, и копыток спирту тянет, и где только достает. А недавно ему взбрело в голову, что он кобыла, к тому же пегаска. Чуть не выбросился в окно, еле спеленали. — Да, коллега, тяжелый случай, — согласилась единорожка. — А тут еще и алкоголизм. Пьяные пони всегда бьются ужасно, как травматолог говорю. — Алкоголь — это мое топливо! — возразил пациент безапелляционным тоном и строго посмотрел на врачей. — Да, беда, — вздохнула психиатр. — Иногда наступают улучшения, но в целом картина весьма печальна. — Главное, не позволяйте ему биться головой, — со знанием дела посоветовала единорожка. — И не давайте пить, по возможности хотя бы. — Птица сильно крыльями, а пони дружбой, — решительно проговорила психиатр. — Поставим на ноги этого несчастного. — К оружию! — вновь загласил единорог. — Грифоны в атаке опасны! — Закопай уже топор войны, — вздохнула психиатр, но жеребец не уступил. — Я закопаю его в ваши шеи! Процессия свернула за угол, направляясь, видимо, в отделение психиатрии. Тихий разговор врачей перестал быть слышен и только донесся очередной возглас белого жеребца. — Мне обещали! Лоскутный коврик! Давайте вступим в партию реформаторов! Сообщите принцессам! Лод Стар вздохнула. Ей эта сцена показалась чем-то смешной, но при этом это было безумно жаль жеребца, что заблудился в лабиринте собственного больного воображения. — Надеюсь, эти добрые пони смогут ему помочь, — подумалось малышке отстраненно. Она поймала себя на том, что снова таращится на крылатую оленяшу, и что та это определенно заметила. — Давай уж познакомимся, — сказала оленяша мягким голосом, — а то ты во мне дырку проглядишь! — Извините, — смутилась ментатка. — Я понимаю, что вряд ли ты видела много оленей, не обидела собеседница, да и привыкла к вниманию на сцене. — Меня зовут Ишан Алиф. Я перетонка из Кировидерии. А как зовут тебя, ночная единорожка? — Лод Стар. — Ты подруга той фестралочки, что в палате? — Да, как вы. Можно на «ты». Нетрудно догадаться. Вряд ли ты пришла, чтобы попросить автограф у Авроры. — У кого? — У Авроры Бласт. Наши примы, что считает себя исключительной. Надо признать, почти не кривит душой. — Ты ее видела. Пегаска с радужной гривой. Лод Стар улыбнулся. — Да. Вы... Ты права. Я тут с Ари, и нам нужно скорее выйти отсюда, чтобы продолжить поиски нашей подруги. Она потерялась на площади. — Найдется. — Маленькую кобылку здесь никто не оставит без помощи. — Ты хочешь что-то спросить? — О твоей стране. — зарделась ментатка, но оленяша, вздохнув, покачала головой. — Прости, малышка, я не очень люблю рассказывать о родных краях. К тому же у нас это не принято. — Я понимаю. — писнул Лод Стар, смутившаяся еще больше. Мысленно она отметила, что язык тела оленей мало чем отличается от понячьего. Опущенные уши и отведенные огромные глаза почему-то сразу напомнили скромную подругу. — Как ты думаешь, уже можно войти? — решил сменить тему Лод Стар, покосившись на дверь. — Аврора сказала мне ждать ее тут. Лод Стар, чувствуя себя просто, как непослушная Ария Миднайта, смехнулась. — Мне тоже сказали ждать тут. — Но ты ведь пообещала так сделать, правда? — покосилась на нее оленяша. — А я когда обещала, хвостом ногу обвела. Лука воскосила глаза Лод Стар. — Не поняла. Ментатка вдруг подумала, что хвост помпончик оленей не позволял сделать этот понячий жест и, сдержав, хихика не пояснила. — Если что-то обещаешь, а плетя хвостом ногу это не считается. Оленяша секунду изумленно таращивался в ночную единорожку, затем прыснула. — Ах, вот что это значит. — Ну, Аврора, берегись. Лод Стар не удержалась. — А что она обещала тебе? — Не щекотаться. Не стала отпираться перетонка и даже топнула по скамье копытцем. — Это ж надо. — Я тоже очень щекотки боюсь, — призналась ментатка. И хихика не стала двуголосым, хотя Лод Стар немного опасалась такого пьющего нарушения тишины. Отсмеявшись, оленяша и пони переглянулись. За дверью тон разговора повысился, и обе, не сговариваясь, стали со скамейки. Зайдя в палату, они обнаружили Арию Миднайт с перевязанной головой, сердито пытающуюся вырваться из копыт светло-синей пегаски, что удерживала фестралочку в кровати, и тоже смотрела на собеседницу хмурым взглядом. — Ты мне не мама! — выпалила кобылка. — Я не обязана отчитываться. — Еще как обязана! — возразила артистка. — Если хочешь отправиться в ближайший приют! — Открывшаяся дверь отвлекла спорщица. — Кудряшка! — обрадовалась Ария на мгновение, забыв об остальном. — Как хорошо, что ты нашлась! — Я особенно не терялась! — улыбнулась ментатка. — Достаточно было идти по следу беспорядков. — Отлично! — подала голос радужно-гривая пегаска, отпуская ее. — У вас тут целая шайка! — Шайка? — хором воскликнули Ария и Лоудстар. — Не сказать даже банда! — развела успех Аврора, после чего обратилась к перетонке. — Что делать-то с ними теперь? Они, походу, сбежали из дома. — Хей! — взвелась Ария, но ее никто не слушал. Лоудстар, стараясь не показать волнение, предложила. — На выходе со Звездного моста мы сказали, что ваши помощники. И нас пропустили. Можем продержаться этой легенды. — Вот еще! — фыркнула Аврора. — Тоже мне помощники выискались. Лоудстар поправила очки и обезоруживающий менторским тоном продолжила. — Иначе вам придется заботиться о нас до прибытия представителей органов опеки и Старспайра. Перетонка с пегаской переглянулись, и белогривая отличница решила развить успех, хотя вовсе не была уверена в правдивости собственных утверждений. А также заполнить кучу бумаг. — Где же ребяток нашли? Почему телегой сбили? Ария не выдержала. — Ну же! Нам всего лишь нужны наши свитки и короткий отдых. А потом мы отправимся домой. Ишана положила копытца на плечо, уже готовая сказать очередную резкость пегаски, и сказала. — Хорошо. Эту ночь вы проведете у нас в вагончике. А завтра отправитесь домой вместе со своими заданиями. Идет? — Нет, не идет! — сбросила копыта пегаска. — Некогда нам присматривать за малышней. Пусть с ними разбираются местные гвардейцы, а нам выступать надо! — Между прочим, — заметил Лодстар, — это по вине вашей труппы мы оказались здесь. Знаете, как нам бы вылетело из-за потерянных заданий? Ария хотела было сказать, что повод довольно натянутый, а за самовольную отлучку улететь никак не меньше, но прикусила язычок, а вслух сказала. — Да! А я теперь вообще раненая! Вот! Аврора Бласт, обложенная со всех сторон, лишь прижала уши и отвернулась, уйдя в глухую оборону. Но и ша она не сдалась. — Аврора! — прорезла она с нажимом. — Что? — резко отозвалась та. — Я тоже сбежала из дома в возрасте, даже младше, чем они. — И к чему это привело? — перебила оленяша. — Ты только с виду взрослая, а в душе все тот же жеребенок. Ну вот, накуксилась. — Ну ладно, — буртнула Пегаска, так и не обернувшись. — Но я их нянчить не буду, так и знай. — Ей! — раздался двуголосый вопль жеребят, уже предвкушающих новое приключение. — Только сначала надо найти мышку, — заявила Ария, и Аврора сокрушенно прикрыла мордочку копытом. — Опять она про своих мышек! — Я здесь! — вдруг сказали от дверей, и все взгляды направились на стоящую в проходе Греймаус. — Мышка! — обратно подпрыгнула Ария. — Как ты нас нашла? Темно-серая фестралочка удивленно приподняла бровь. — Вы смеетесь? Мы же не в лесу, это город полный пони. А так ли много ночных жеребят в Сталинграде? Настала очередь Арии и Лоудстар удивленно переглядываться. Последняя решила на всякий случай уточнить. — Ты что, спрашивала совершенно незнакомых пони? — Ну? — смутилась мышка. — Да. — Что такого? Они ведь могли оказаться не очень хорошими. Удивленный взгляд с золотистых глаз поднялся на подругу. — Девочки, пони в большинстве своем хорошие, отзывчивые и гостеприимные. Вот потеряться в диком лесу или в круговерте шторма, вот это было бы страшно. — Тебя как будто подменили, — заметила Ария. Грэни стала отпираться. Я просто встретила трех очень милых жеребят. А потом пришел их папа в недой земнопоне с синим фонариком, и они как-то быстро засобирались. В общем, они мне и присоветовали спросить дорогу. Местные пони оказываются такие дружелюбные. — Лаудстар, — сказала Ария, уперев бока перед ней ноги, — я же тебе сказала ждать на месте. А вдруг бы мышка пришла туда, и вообще, со мной ничего не могло случиться, а с ней могло. Я-то в госпиталях не в первый раз. Вот тут я ни разу не удивлена, — вставила радужногривая, за что была вознаграждена взглядом прищуренных золотистых глаз. — А ты могла бы придумать план, как быстрее найти Грей, — продолжала Ария Миднайт, снова превратившись в строгую звеневую для Лаудстар. — Расставляй приоритеты, кудряшка, ты же умная! — То есть я должна была бросить раненую подругу и спокойно ждать мышку, когда шансы на случайное столкновение близки к нулю? — осознавилась ментатка. — Да все в порядке, — в целях восстановления мира сказала Грей Маус, подходя к опустившей мордочке ментатки и обнимая ее крылом. — Зачем ты, Ария? — Прости, мышка, — виновата развела копытомета. — Я за тебя в ответе и не уследила. Моя вина. — В разговор вклинилась Ишлиана Лив. — Девочки, можно спросить, почему кудряшка? Ария Миднайт оскалилась в улыбке. — О, это целая история. Она перехватила вскинувшийся умаляющий взгляд ментатки и добавила, — Которую Лаудстар нам расскажет по дороге, если захочет. — По дороге? — переспросила мышка, которую не слышала недавнего разговора. — Куда? — Туда, где нам вернут свитки, — пояснила Ария, встретившись торжествующим взглядом с Ишлианой Лив и Авророй Бласт. — Фургончик артистов оказался наполнен интересными вещами, не меньше, чем каюта капитана Сильвершейд. Большая крытая повозка была дали небольшой труппы и средством передвижения, и домом, и гримеркой, а то, что все четверо артистов принадлежали к разным народам, накладывало свой отпечаток. Акробатка Прима Аврора Бласт была родом из Клоудсдейла, и в ее части фургона была самая настоящая облачная кровать, а также множество афиш, рекламирующих грядущие выступления легендарной наследницы клана Скай Феззе. Ишиан Алиф украсила свой угол мебелью из живого дерева, имитируя, видимо, частичку собственной культуры. По стенам и потолку велись настоящие лозы, а в углу стоял цветущий пышным цветом бонсай. Место верблюда Амина, с длинным и непроизносимым полным именем, было завешено коврами и завален подушками. Дополнял картину низкий письменный стол с бумагами и тусклый светильник, не иначе конферансье и управитель группы нередко работал по ночам. В последней же четверти, принадлежавшей зебре-фокуснице Мбанди, висел на стене пяток жутковатых масок, а мебель казалась самой обычной, только потемневшей от времени. Если, конечно, обычной мебелью можно назвать буфет полный разноцветных эликсиров и пучков неведомых трав. — А что еще это за скайфейзы такие? — тут же спросил любопытный Лоудстар, едва и на глаза попались яркие афиши на одной из стен фургона. Пегаска с удовольствием пояснила. Это древний могущественный клан пегасов. Всех их отличало одно — яркие разноцветные волосы, гривы и хвоста. Теперь такая редкость, но я, как видишь, в полной мере могу похвастаться наследием предков. А я думал, это краска. С детской непосредственностью заметила Ария Миднайт, но там, чтобы на зрителей впечатление производить. Аврора наградила звеневую, испепеляющим взглядом, и стоящая сзади нее Ишана Лив тихо захихикала в копытце. Видимо, это была больная тема для яркой поняши. Пока улаживали дела в больнице и объясняли ситуацию Амину и Мбанди, время для выступления уже прошло, и артисты решили устроить себе незапланированный выходной. Конечно, драмат был недоволен. Вечерний торг Сталянграда был шумным и веселым, и обещал хорошей сборой. Но Аврора только отмахнулась, заявив, что здесь каждый день так. Ужин артистов. Вопреки ожиданиям Лоуд Стар оказался простым и понятным. Сено, фрукт и чай. Да, у Мбанди нашлись ароматные травки, добавленные в сено, а у Амина хрустящие медово-ореховые сладости к чаю, но никакой шокирующей экзотики, как можно было бы ожидать. За ужином артисты беседовали, как старые друзья, коими они, вне всякого сомнения, и были. Когда разговор зашел о трюках, в него вмешалась Ария Миднайт. Бойкая фестралочка была просто не в состоянии промолчать, когда кто-то другой рассказывал о своей крутости. Дискуссия едва не переросла в перепалку, но Лоуд Стар пришла на помощь, задав вопрос на отвлеченную тему. А как вышло, что такие разные существа объединились в единую труппу? Мбанди с улыбкой переглянулась с Амином. О, та история длинна, и необычная она, столь необычная, как мы, что собрались средь кутюрьмы. А что такого-то? В своей нагловатой манере поинтересовалась Ария Миднайт. Да ничего особенного, будто невзначай рассматривая собственное копытце, заметила Ишиана. Если не считать того, что мой народ традиционно живет в затворничестве. Пегасовской Феззе нынче днем с огнем не сыщешь, а верблюды и зебры вообще чуть ли не воюют. Сначала я делала свои потрясные трюки в одиночестве, начала рассказывать Аврора, но потом как-то столкнулась с Ишианой на той же площади, где выступала сама. Сперва мы конкурировали, ссорились и даже стали соревноваться. С моей бесспорной победой, конечно. Но не бесспорной. Вставила Алиняша, дернув ушами. Но да, Аврора победила. А ставкой было то, кто останется выступать на площади, а кто уйдет и не будет мешать. Пегаска только фыркнула. Верь в это, если тебе так легче. Так вот, я победила. Но наши соревнования собрали столько битов, сколько по отдельности нам и ни разу не удалось. И я решила... Мы решили. Снова перебила Алиняша. Да, мы решили, что будем выступать вместе. А выручку пополам. Выходило больше, чем по отдельности. Так у нас началась совместная карьера. Взгляды меткосталкеров обратились на зебру, что только улыбнулась в пиалу с чаем. Когда давно пришла беда, подружки две пришли сюда. Коль вы хотите это знать, могу ребятам рассказать. Нет, неинтересно. Воскликнул тут же Аврора Бласт. Давайте сразу к моменту, когда наши дела пошли плохо. И Амин... Любовь, это всегда интересно, возразила Ишана Лив. Радужная пегаска фыркнула и отвернулась. К ней тут же присоединилась Ария Миднайт, подлетевшая ближе. Фе-е-е, любовь, морковь. Лучше расскажи про тот трюк, как ты говорила. Звуковой радужный удар. Если это личное... Начала была Лоуд Стар, но Мбанди не дала закончить. Не так, чтобы это был секрет. Его скрывать причины нет. И думаю, такой урок пойдет и жеребятам впрок. И не желаю это слушать, отозвалась Аврора. Идем, малявка. Расскажу тебе настоящую крутую историю, а не эти сопли с сахаром. Она просто не любит выглядеть слабой, пояснила Ишана. И почему-то считает тот случай слабостью. О, нам это знакомо. Сказал Лоуд Стар, бросив взгляд на Арию Миднайт, которая проигнорировала это замечание. Может быть, тогда не стоит рассказывать? Спросил и Греймаус, покосившись на отвернувшуюся пегаску. А, пожалуйста. Не оборачивая, соскликнула та. Рассказывайте сколько угодно. Я свое мнение не изменю. Мы ведь все еще о появлении в труппе Мбанди, да? На всякий случай уточнил Лоуд Стар. Ей показалось, что разговор ушел в какое-то совсем не то русло. Да, кивнула Ишана. Просто у Авроры с этим связаны болезненные воспоминания. Зебра сказала, бросив взгляд на коробатку, старательно делающую вид, что не интересует разговор. Болезненными их делает, увы, сама Аврора. Не хочет с неприятностью она расстаться скоро. Зато опыт был очень удачный, буртнула радужная пони. По крайней мере, научил меня не связываться с теми, кто лезет в душу. Перехватив выжидательные взгляды меткосталкеров, Мбанди начала рассказывать. Давным-давно, признаюсь я, свои покинула края. Ушла я против воли пусть, но не тревожит сердце грусть. Пришла на север затем, облюбовала Трутингем. И там я стала колдовать и чудо-зелье продавать. Подруги-акробатки две пришли туда, объехав свет. Радужногривая была и хороша, и весела, но тут, увы, пришла беда. Влюбилась в стражника тогда. Любовь Пегаску увлекла, но только горе принесла. Чтоб больно сердце исцелить, явились зелье и спить. Разговорились, и потом мы в путь отправились втроем. — А так можешь? — раздался голос Авроры. Все повернулись и увидели, как Пегаска задрала заднюю ногу невероятным образом и заложила ее за затылок. — Не могу, — призналась Ария. — В такие моменты я благословляю все единого, что мораль пони куда свободной нашей, — подал голос Амин. — Можно наслаждаться запретными видами безопасности прослыть развратникам. — Но не при жеребятах же, — писнула Ишана, спрятав покрасневшую мордочку в копытцах. — Не осталось в стороне и зебра. — Разратник старый-то и есть. Хоть сединою твоя шерсть. Искряк таких, хочу сказать, еще попробуй поискать. Помянутые жеребята не поняли, а Амин не обиделся. — Я думаю о будущем труппы. — Что тут думать? Аврора скрестила передние ноги на груди. Бито от тебя не допросишься. А как таращиться, тут ты первый. — На базаре в Камелу за такую гыбкую рабыню. Я, не скупясь, отдал бы три сотни драхам, — улыбнул Амин. — Решил бы обе проблемы. — Это был самый отстойный комплимент, который я получала даже от тебя, — воскликнул радужный пегаска, опустив ногу и смерив улыбающегося верблюда полным укором взглядом. — А как вы появились в труппе, Амин? — повернулась к верблюду Лоудстар, снова решив спасти положение. — Все очень просто, маленькая пони, — отозвался верблюд. — Когда красавицам стало сложно вести дела самим, то понадобился я. Тот, кто был готов путешествовать в такой разномастной компании. И кому было все равно, как на их внешний вид, так и... Тут верблюд осекся, и на губастой морде расплылась просто отческая улыбка. — Да ладно! — махнула копытом Аврора Бласт. — А то мы не знаем, куда ты все время пялишься. — Куда? — Тут же навострела ушки Ария. — Куда нельзя! — отрезала Пегаска, после чего бросила взгляд в окно и добавила. — А вам вообще спать пора, малышня. Протяжный стон разочарования был прерван резким стуком светло-синего копыта о стол, после чего все трое жеребят были загнаны сперва к умывальнику, а затем к кровати Ишаны, достаточно широкой, чтобы вместить всех трех жеребят. Кровать Аврора бы тоже подошла, но Лоудстар провалилась бы сквозь пушистое облако, а поддерживать всю ночь заклинания хождения по облакам у нее явно не хватило бы сил, тем более без свитка. — А где будешь спать ты? — спросила Греймаус у перетонки, устраиваясь рядом с подругами. — С Авророй, — ответила та и демонстративно шевельнула крыльями. — Сквозь облако я не провалюсь, и нам часто приходилось спать вместе, чтобы не замерзнуть. — Прости за неудобства, — сказал Лоудстар, мы ненадолго востись с ним. — Все в порядке, — заверила оленяша с улыбкой. Ария же обиженно проворчала. — Как вообще-то можно спать ночью? На корабле капитана Сильвершейд юнги, как правило, бодрствовали в ночную вахту. Благо, значительная часть команды состояла из фестралов. Но в Столианград селена пришла днем, и толком поспать кобылки не успели. Но Ишан и Лив был будто бы заранее готов ответ. — А раз уж вы спустились со своих островов, то и живите, как тут принято. А в Эквестере принято, чтобы маленькие же ребята спали ночью. — Трудновато будет заснуть при свете звезд, — заметил Лоудстар. — А если я расскажу вам сказку моей родины? — лукаво улыбнулась Перетонка. Подруги переглянулись. Искушение было слишком велико, и вскоре три пары глаз с вертикальными зрачками выжидательно уставились на оленяшу с широкой кровати. Ишана села рядом и мечтательно подняла взгляд, после чего начала рассказывать. Жил да был один Витранг. Это олени, которые могут творить магию своими кристальными копытцами. Так вот, жил он в лесу и был очень могущественный и сильный маг. Но все, на что он использовал свои силы, это самолюбование. Он мог заставить палец вести, но не хотел. Он мог превращать пустыни в сады, он мог спасать других оленей от опасности созданием живых деревьев стражей. Но вместо этого он тратил свои силы на пустяки. Выращивал огромные зеркала, чтобы любоваться собой. Создавал изысканные блюда, прекрасные, но хрупкие дворцы, что разрушались после его ухода из них. Народ оленей, что жил рядом с ним, страдал от набегов лесных монстров, нехватки хорошей еды и жилищ. Это было в давние времена, когда очень мало кто мог похвастаться подобными силами. Но самовлюбленному Ветрангу было все равно. С него сталось бы заморозить единственное в округе чистое озеро, чтобы то лучше отражало его красоту. И вот однажды к Ветрангу пришел один старенький фордир. Это лесной олень, бескрылый и не обладающий магией, зато отлично находящий тропы и определяющий суть растений с одного взгляда. Так вот, старик пришел в выращенный дворец Ветранга и попросил приюта и защиты от преследующих его волков. Но надменный маг лишь посмеялся над слабостью старика и прогнал его. Вернее, попытался. Потому что вместо старого фордира перед Ветрангом пристал могучий Эйкерен. Это все равно, что Оликорн. Царственный король олень сказал, что Ветранг недостоин той силы, которой обладает, потому что могущество — это всегда ответственность. Маг пытался просить прощения и даже сопротивляться, но все было бесполезно. Его кристальные копыта стали обыкновенными, и волшебная сила ушла от него навсегда. Вскоре он вынужден был познать на себе нелегкую жизнь в лесу и трудности жизни тех, кого всегда презирал. Он быстро понял, насколько мог бы облегчить жизнь целого народа, всего лишь используя свой талант по назначению, но было поздно. Царственный Эйкерен больше не явился ему, и бывший маг всю оставшуюся жизнь жалел, что так и не внял мольбам тех, кто просил о помощи. Закончив рассказ, Ишан Алиф посмотрел на жеребят, и на ее мордочке распылась улыбка. Все трое сладко спали, умаившись за день. Дети всегда остаются детьми, будь это жеребята, оленята или кто угодно. Ишана вздохнула. К сожалению, мораль этой сказки, похоже, позабыли в родных краях. Кировидерия, обладающая могущественной магией, все больше отгораживалась от мира, и артистка была уверена, в недалек час, когда наступит расплата, столь же страшная и безжалостная, как в сказке проявит ранга эгоиста. Поэтому юная Ишана Алиф в свое время избежала из родных пределов, от страха. Страх погнал ее прочь через запретную границу, гнал ее и сейчас. Предчувствие навещанной родиной беды не покидало перетонку ни на миг, и ужаснее всего было то, что ни один из старейшин не желал слушать молодую крылатую лань, что со слезами на глазах пыталась предупредить всех. Тихонько поднявшись, Ишана направилась на четверть радужной пегаски. Сама Аврора, отвернувшись к стене, уже и сама сладко посапывала, не иначе тоже заслушавшись истории о надменном ветранге. Какой же она тоже в сочности же ребенок, с теплотой подумала перетонка и осторожно легла на пушистое облако, прижавшись к подруге спиной. Корее глаза укладывающейся оленяши встретились с Самином Абуль Фатх Амаром и Бншезом Альтнишапури, который тоже еще не спал. Нацепив очки, драмат разбирал какие-то бумаги. Что-то писал с зажатым в странном разделенном копыте пером и шевелил толстыми губами. Очевидно, прикидывал убытки труппы от пропущенного дня. Прижимистый бухгалтер и конферансье старался учитывать все. С тех самых пор, как откликнулся на объявление труппы, у которой, несмотря на все успехи, деньги почему-то кончались неимоверно быстро. Как оказалось, стоило лишь ввести учет и становилось ясно, на какие глупости что тратилось. Теперь же большую часть выручки драмат откладывал в эквистрийский королевский банк. На будущее! Как он говорил. Этого Ишана понять не могла. Ну что такого могло случиться в будущем, что потребует значительных расходов? Но при этом Перетонка считала, что мудрому драмаду виднее не спорила. И даже убедила этого не делать Аврору Бласт. Мбанди же к сбережениям относилась положительно. Все равно большую часть экзотических травок она выращивала сама в небольшой оранжерее. Покупать их здесь, в эквестрии, означало переплачивать в разы. Встретившись взглядом соленящей, Амин слегка улыбнулся и кивнул, желая той спокойной ночи. Насчет завтрашнего дня можно было не волноваться. Драмат, несмотря на свои ночные посиделки, ни разу не выглядел сонным во время представления. По крайней мере, не больше, чем обычно для спокойного, почти до флегматичности представителя своего народа. Думая об этом, Ишана Лив накрылась вязанным пледом и закрыла глаза, чувствуя теплую спину подруги. Лоуд Стар проснулась. Ей снова снился ночной шторм. Летящий сквозь него корабль и огромная вполне бы луна. Лик ночного светила украшал силуэт прекрасной кобылицы, не иначе самой принцессы ночи. Население это видение посетило маленькую ментатку в первый раз, и с тех пор Лоуд Стар каждый раз с трепетом ждала повторения. Это было самое прекрасное, что и доводилось видеть, а переполнившие чувства не могли сравниться ни с чем. Ночная единорожка перевернулась на другой бок, но сон не шел. Она будто вновь перенеслась туда, в бодрящую прохладу штормовой ночи, навстречу опасности среди молний к захватывающей песне под музыку мира. Греймаус, как выяснилось, тоже не спала и просто лежала, глядя в потолок. Заметив шевеление Лоуд Стар, фестралочка скосила глаза и робко улыбнулась. Ментатка вернула улыбку и тут поняла, что за ритмичный звук раздавался под пологом фургона бродячих артистов. Единственной из меткосталкеров, кто спал без задних копыт, оказалась Ария. Распластавшись на спине и раскрыв рот, звеневая с совершенно безмятежным видом дрыхла и даже похрапывала при этом. Не вызвать улыбки это зрелище просто не могло. Почувствовав жажду, Лоуд Стар слезла с кровати и подошла к столу, где как раз на такой случай стоял глиняный кувшин. В фургончике горела одна единственная тусклая свеча, но для чувствительных глаз ночной пони она была подобна миниатюрному солнцу. Зрачки Лоуд Стар, вышедшие на середину комнаты, превратились в узкие щелочки, когда она попала в круг оранжевого света. Сделав несколько глотков, она увидела, что Амин, Абу, Альфахт и так далее все еще что-то пишет, обложившись бумагами. Любопытство с легкостью одолело маленькую ментатку и та подошла ближе. — Что вы пишете, Амин? — спросила она, стараясь не смотреть на слепящее пламя свечи. Драмат поднял взгляд и отодвинул подсвечник так, чтобы свет падал на бумаге, а маленькая пони оказалась в тени стопки книг. — Пытаюсь доказать теорему, великого ученого драмата Джалала Фарид Ибн Рахни, — ответил он, — коего научный мир древний Камелу со всем возможным почтением прозвал верблюдок. Лоудстар, вглядевшись в набор непонятных символов на бумагах перед Амином, поняла, что познание драмата несоизмеримо со всем, что ей доводилось читать по математике раньше. Правда, не математика заинтересовала маленькую ментатку в ответе верблюда. — Насколько древний? — уточнила малышка, усевшись напротив. — Эры раздора, маленькая матресса. Когда великий математик вызвал на поединок знаний самого неназываемого шутника — Дискорда, — опишел Лоудстар. — Так его зовет и вы, пони, — подтвердил драмат. — И? — Конечно, великий Джалал проиграл. Математика бессильна перед бесконтрольным хаосом. После этого неназываемый шутник сделал так, что математические теории Джалала стали недоказуемы. А вы? — Пытаюсь доказать одну из них. Первая из так называемых теорем верблюдка. Сердце маленькой ментатки переполнило восхищение мудрым драматом, что осмелился столь своеобразным образом бросить вызов не кому-нибудь, а самому духу хаоса и раздора. — Какую? — спросила она. — Прямую вещественных чисел можно так раскрасить в счетное количество цветов, что на для какой четверки чисел одного цвета их попарные суммы не равны. Прочитал драмат. — Кому-нибудь удавалось сделать это раньше? — прилепетала пораженная лоудстар, которая даже не поняла смысла части слов. — Нет. — Никогда. Увидев немой вопрос в красных глазах кобылки, драмат добавил. — Но кто-то всегда должен быть первым, маленькая мэтресса. Простой ответ потрясло лоудстар до глубины души. Кто-то должен быть первым. — Иди спать, — сказал тем временем драмат. — Еще очень поздно. — Спасибо. — Спасибо, Амин, — прилепетала кобылка, подняв на него взгляд повлажневших глаз. — Да за что же? — Не понял тот. — Кто-то должен быть первым, — сказал лоудстар. — Это же так просто! Она вдруг почувствовала, как ее обнимает крыло. Повернувшись, встретилась глазами с Греймаус, которая бесшумно то ли подошла, то ли подлетела к подруге. — Можно задать вопрос? — спросила фестралочка или слышно, но в тишине вагончика, нарушаемой лишь разноголосым сопением и похрапыванием арии, голос прозвучал на удивление четко. — Конечно! При условии, что вы после моего ответа отправите обратно в пастел. — Вы говорили, что думаете о будущем труппы. Что вы имели в виду? Драмат вздохнул. — Ох, малышка! Все девочки сейчас молодые, гыбкие и ссыльные, но никто из них не думает о том, что так будет не всегда. И когда встанет вопрос о том, где бы ассести остепениться, на их счетах в эквестрийском банке будет достаточно битов, чтобы купить дом. Или даже несколько, каждому отдельный, если они продолжат собирать так много, как сейчас еще хотя бы год. Так они, вы? — Пусть они зовут меня скрягой и скупердяем, улыбнулся драмат. Но когда годы неизбежно нагонят их, им не придется думать ни от крыши над головой, ни о сене насущном. я сказал. Мышка и лод стар переглянулись. В таком свете будущее разномастных артистов выглядело вполне радужным. И маленьким ночным пони отрадно было слышать, что о молодых артистках кто-то заботится, даже пусть те пока еще не понимают этого. Одна и та же мысль посетила лод стар игрой одновременно. Щечки обеих покраснели, когда они вспомнили строгость мэтра Блю Сейджа и тренера Бэйн Фаер. Стало ужасно стыдно, а та, кто могла найти неблагодарному непослушанию оправдания, безмятежно спала неподалеку, похрапывая и пуская пузыри. Слов не было. Иди ты спать, повторил тем временем Амин, от которого такие подробности скрывала темнота. А то буду ты клывать носом весь день. Когда малышки заново устраиваясь на кровати рядом с Арией, обе думали об одном и том же. Мэтр Блю Сейдж ходил взад-вперед по своему кабинету в Академии и испытывал смешанные чувства. И в обоих случаях причиной была Лот Стар, его лучшая ученица за многие годы. Бывшая лучшей, пока ее дисциплина катастрофически не упала, несмотря на оформление шества над двумя хулиганками из летной школы. Теперь ей предстояло несколько взысканий, которые, безусловно, опустят ее рейтинг в общем зачете студиозусов. Во-первых, ментат сердился. Очень сильно. Лот Стар, до того показывающая себя с самой лучшей стороны, вдруг решилась на непростительную авантюру и сбежала, не только из Академии, но и Стар Спайера, самовольно спустившись на полную опасность и поверхность. Во-вторых же, Блю Сейдж испытывал неимоверное облегчение. Лот Стар, избежавшие с ней две подруги, нашлись. Правда, нашлись они при более чем странных обстоятельствах. Письмо, сообщавшее о местонахождении беглянок, пришло по магической почте, на бланке канцелярии ее высочества принцессы Луны. Это было и вовсе непонятно, а еще грозило пока неясными мерами относительно ответственных за малышей пони. Пока же предстоял дальний путь, аж в самый Сталианград. В дверь кабинета постучали. Входите, тренер Бэйнфаер, громко сказал ментат, ждущий преподавателей фестралок потеряшек, но это оказалась не она. Мэтр, осторожно всунулась в кабинет серая мордочка жеребенка. Это я. Найт Глоу удивился преподаватель, но быстро совладел с собой. Прости. Сейчас не слишком подходящий момент. Простите, мэтр, мой вопрос быстрый. Тогда давай, кивнул взрослый ментат. Маленький жеребчик вошел в кабинет и Блю Сейдж с удивлением отметил, что тот одет в поход. Теплый плащ, прижимали к бокам туго набитые седельные сумки. Опередив вопрос, Найт Глоу выпалил, очевидно мэтр. Возьмите меня с собой. Куда? Опешил ментат. В Сталинград. Спасать Лоудстар. Откуда? Я? Я подслушал ваш разговор с Бейнфайер, мэтр. И должен идти тоже. Блю Сейдж от удивления даже не сразу обратил внимание на главный посыл фразы жеребенка. Подслушал? Но как? Заклинанием. А защита кабинета? Взломал. Мэтр, я волнуюсь за звездочку. Да и ей будет спокойнее, если за ней придет кто-то из сверстников. Совладав с собой, Блю Сейдж вздохнул и покачал головой. Забудь. Мало мне будет там трех глупых жеребят. Ты еще предлагаешь взять четвертого. Мэтр, я должен ехать с вами. Ничего ты не должен. Возвращайся в общежитие и на уроки. Услышав это, Блю Сейдж отвернулся с намерением вновь проверить сидельные сумки, но вместо хлопка двери услышал слова Мэтр, если вы меня не возьмете, я все равно сбегу. Прикажу не пускать через звездный мост жеребят без сопровождения взрослых, отозвался ментат, не оборачиваясь. Четыре штрафных очка классу за пререкание. Тогда я спрыгну с парашютом. Блю Сейдж стало нехорошо при мысли о жеребенке, сегающую в 15-километровую бездну с жалкой тряпочкой за спиной и который обязательно замерзнет, если будет спускаться медленно, а если раскроет парашют слишком поздно, тот просто порвется от рывка. Он постарался не подать вида, но маленький ментат развил успех. А еще, а еще я всему классу расскажу, куда делась звездочка, и две ее подруги, и что надо идти ее спасать, но все согласятся, так как испытывают стыд за то, что до этого вели себя недостойно. Магистр все же обернулся. Жеребенок выглядел воплощением решимости. Будь он фестралом, еще небось и крылышки бы топорщил. Блю Сейдж даже посетила мысль о том, чтобы посадить малыша под арест на время операции спасения, но к чему приводит излишняя строгость, красноречиво свидетельствовал свиток на бланке королевской лунной канцелярии, лежащей на писемном столе. Отчаянные шаги храбрых маленьких сердец. В открытых дверях появилась Бэйнфайр, одетая в полетный комбинезон. Она посмотрела на стоящего рядом Найтглоу и вопросительно перевела взгляд на Ментата. Тот вздохнул целых два раза. После чего сказал «Планы немного меняются. Согласитесь на небольшой довесок в колеснице тренер».